Просто смотри! Они собрали все фрагменты заклинания, но когда обычно бывает в аниме, заклинание снова распалось на фрагменты. И теперь они опять в поисках фрагментов заклинания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бог всегда присматривает за нами. Так давайте вознесем хвалу Господу за его благодеяние. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Сон как-то связан с реальностью. Да, и боли страданий струятся сплоть меня. И потом вижу я этот сон уже третью ночь подряд. Понятно. Дима Торзок Меня заинтересовали эти эльфы. На них может быть фрагмент заклинания. Ага, единственное, чем мы теперь можем заниматься раздевать эльфы и осматривать на предмет фрагментов. Мне так жаль. После того, как мы преодолели все трудности, собрав фрагменты заклинания. Да ладно, не беспокойтесь, мы просто вернулись туда, откуда ушли. Да ну, до того, с чего мы начали нам исчезти. Дима, и ты последний, кто может об этом заикаться. Кроме того, хотя мы имеем официальное разрешение раздевать эльфы, ты не должен был применять к ним силу. Но я же извинился. Расслабься, просто думай об этом как о дополнительном летнем отпуске. Конечно, мы так и думаем, Айри. Тупица. Это ощущение. И если выйдет о сне, то надо его поймать. Что-то не так? Что-то не так? Рисука, отправляемся туда. На этот офе? Парк «Мородской рыбалки»? Девушки отдыхают 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 Госпожа, вы абсолютно правы. Извините за доставленные неудобства. Но я актерское искусство выше всяких похвал. Вот как. Теперь нам только остается дождаться, пока Джон Той найдет там храм. Да, конечно. Рыбачить оказалось интереснее, чем я предполагала. Она это серьезно. Ага. Я не могу дождаться улова. Микке, с тобой все в порядке. Жара, похоже, ей не нравится, хотя она всего лишь дух заключенной в танке. Здесь ничего. Никаких признаков храма. Оно снова исчезло. Интересно. Мари, мне надо бросить это здесь. Конечно, давай. Исчезло. Так я и думала. Это ощущение. Значит, ты предполагаешь, что храм где-то там? Ну, а теперь вперед. Оно становится все сильнее и сильнее. Если мои предположения верны. Вот он. Что за огромный дед? Магическая дверь телепортатор. Я чувствую это оттуда. Ух ты. Что это было? Мы за морем. Просто мы в параллельном измерении. Это то, что я видела. Ну, конечно. Вот храм русалок из моих снов. Похоже, он лежит в руинах. Это из-за той гигантской акулы. А это... Ого, делаем ноги акулай. Быстрее сюда. Благодарим вас, что вы пришли к нам. Я Роза, повелительница эльфа-трусалок. Я тебя чувствую, будто попал в месеческий замок Роа. Спасибо, что пришли на мой дом. Значит, это была та самая акула. Да, очень сильная и очень большая акула-убийка. Вы скрылись птицы от этой акулы? Да, но у нас совсем нет еды. Если так пойдет... Короче, мы должны порвать эту акулу. Да. Мы привьем акулу в обмен. Вы все добровольно разденете. Все добровольно разденете? Объясни сначала. Извините нас. Мы ищем фрагменты заклинаний, чтобы вернуться в Японию. Фрагменты заклинаний? Да, фрагменты разброски по миру. И теперь на телах эльфей это выглядит как татуировка. Я согласна. Отлично. На дело. Пошли, забьем эту акульку. Подождите-ка, я же не могу использовать каратэ под водой. Мы могли бы попробовать поймать ее на крючок. Да. Мы захватили с тобой крючок, Левка. Но у нас нет удилища. Нет проблем. Я привяжу Левку в пушке-меньке. Значит, у нас отличная рыболовная снасть. Следующий вопрос, что использовать как наживку? Двой выход, Дзенпэй. Чего? Хоря, ваш дедка. Дзенпэй, сделай это для меня. Конечно, с удовольствием. Идиот. Я бы на это ни куду. Ходи, так и глупица. Не глупица. Стальной танк. Только не говорите мне, что они те, кого называют те, кто охотится на эльфов. Дзенпа. Хит. Дзенпа. Ай! Автор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok 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 Боюсь, что они тоже ищут в сокровища горы Ками. Ну, пусть попробуют. Я использую их. Постройтесь в очередь. Предъявите ваши документы. Такие же надутые бюрократы, как правительственные чиновники в Японии. Да, Меке? Он такой ценный, они скрывают свои башни. Может, легендарного мага? Что такое? Надеюсь на это. Ага. Ладно, следующий. Что за чертовщина? Огромная машина? Странная одежда. Не скажете ли мне, кто вы? Вот мое удостоверение. Это удостоверение сотрудника Альпийского бюро расследования. Все, кто охотится на эльфов. Теперь позвольте нам пройти. Боюсь, я не могу им отказать, их документы в порядке. Даже если они не самые первые нарушители спокойствия. Даже если они исцеляют ужас в сердца людей. Ага, продолжайте руководствоваться инструкциями. Нет. Нет. Прядом на первой преграде. Я вошла в город без проверки. Как нельзя делать благодаря тем, кто охотится на эльфов. Какая я хитрая. Какой же, вроде бы, нормальный город. Ага, чего они здесь так хорошо охраняют? Муж, повторите это еще раз. Они очень важным высказались. Хорошо, следующий. Да, да. Все, я пошел. Ага, давай скорее. Где тут уборная? Это срочно. Чего? Я сказал, где тут уборная. Я могу использовать уборный. Ну, понимаешь, уборный. Клазите в туалет. Где он? А чем это ты? Боюсь, что у нас ничего такого нету. Ни одного. Это неправда. Здесь люди, там есть и туалеты. Здесь туалеты, там есть люди. Какое тонкое наблюдение. Ау, блюдо, там, там. Рваться надо, я торопился. Дерьмо, вы где же, Толик? Вы должны пихать один. Что? А-а-а, я раскусил тебя, старик. Наконец-то нашел. Что за хрень? Странно. Непонятно. Непонятно. Ой. Ха-ха-ха-ха-ха. У них совсем нет уборных. Он не глупый. А этого не может быть. Эй, Рису, у тебя нет пары бумажных салфеток. Ну, у меня есть наждачная бумага. А у меня вот очки. И еще морскую ешь. Ай, кончай прокалываться. Черт возьми. Ай-яй-яй. Дюнпо, эй, мы тебя ждать не будем. Вот парень. Бумагу, бумагу, хоть что-нибудь. Что будет? Мягкая, как бумага. Че-то полох. Салючки. Как тут? Да нет, неужели нет ничего гладкого? Что же они охраняют? Легендарного мага? Я так не думаю. Вперед! Извини, но я не хочу, чтобы ты сейчас поднял шум. Что-нибудь гладкое и мягкое, пригодное для моей задницы. О, что-то мягонькое. Похоже. Что случилось? Ты же знаешь, неожиданно останавливаться опасно. Что-то не так, Микки? Смотри туда. Что-то... Ка-ка-я! 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 Туалетная бумага, двусторонние перфорации, нарезанные цветочным запахом. Туалетная бумага, двусторонние перфорации, нарезанные цветочные перфорации, нарезанные цветочные перфорации. Туалетная бумага, двусторонние перфорации, нарезанные цветочные перфорации. Туалетная бумага, двусторонние перфорации, нарезанные цветочные перфорации, нарезанные цветочные перфорации. Туалетная бумага, двусторонние перфорации, нарезанные цветочные перфорации. Туалетная бумага, двусторонние перфорации, нарезанные цветочные перфорации. Мэр! Рисуток, все в порядке? Да. Да, жуткая балалавина. Все живы? Ой, какой прекрасный денек сегодня. А я и не заметил. Как же я счастлив. А, значит и завершил начатое. И стал прежним дураком. Как я счастлив. Но все-таки, почему здесь так много туалетной бумаги? Пичачан? Пичачан? Секрет в городу сам пора вскрыть. Мэр! Значит, я вытирался дерьмом этой твари. Ай, я страшно, Зол! Я решила, что это конец. Как ты эльфейка! Ты грабила меня! Сейчас я тебя разделу! Нет, обо мне сон. Животные из другого измерения живут на горестках. Они производят дорогую бумагу. Они похожи, травоядные. Едят растительность и размалывают ее в опилке. Получившись и мягкая маска, превращается в волос, но затем они прессуют волос, но выжимая воду и нарезают то, что получилось. Вот как они это делают. Если подумать, эта бумага стоит стучь, как бумага, сделанная на фабрике. Отлично, я воспользуюсь! Дорогого не остается! Нет здесь легендарной бумагой, пить с волшебными фрагментами. Нау-нау-нау, достаточной туалетной бумаги. Да, мы больше нечем здесь успокоиться. Когда она вам понадобится, вы сможете ее взять сколько угодно. Ну как ты можешь нам говорить такое? Ну все-таки, кто сделал тот огромный рулон? Круто! Ничего особенного. Госпожа Цельтия! Аннет! Госпожа Цельтия, спасибо! Большое вам спасибо! Вы так добры! Спасибо! Как любезно, с вашей стороны избавить нас от гигантской панзы, терроризирующей город. Благодарим от всего сердца. Как вы смотрите, если сегодняшний день мы объявим Днем Цельсия? И еще мы вас двигаем в центре города бронзовую статую в вашу честь. Ну что вы! Сегодня она звезда. Истинный ее именует главой всех эльфов. Она сразила сильнейшего монстра с одной попытки. Мы можем отметить это в отчете. Наша помощь тут не нужна. Черт, лично для меня Цельтия всего лишь собака. А зачем ты это грызешь? На жвачку похоже. По вкусу как рисовая карри с котлетой. Вот как! Пользуясь случаем, не могли бы вы оказать нам еще услугу? Еще услугу? Да, известный врач, который лечил на людей, обращенных в монстров, временно прекратил этим заниматься. Может, вы найдете средства от этой напасти? Но идти... Предоставьте это нам! Это проще простого для нашего лидера, госпожи Цельсии! Прошу тебя! Те, кто проклят овоить животными! Жутко! Знаешь, Цельтия, мы должны искать инфейк с фрагментами заклинания! Заткнись! Ей нужно сконцентрироваться! Нашла! Здесь! Вижу лужи с водой! Это... след животного? Это одна из причин обращения в монстров! Если ты отопьешься с такого следа в полнолуние, то обратишься в отвратительного монстра! Интересно, отбей ты эту воду Цельсия! Кончай прикалываться! Давайте возьмем пробу, так мы сможем найти средства от этого! Ой, пожалуйста, дайте мне это сделать! Ой, госпожа Цельсия! Я отпила! Ой, это моя вина, моя вина! Это все моя вина! Расслабься! Единственное, что тебе грозит превратиться в старую деву! Нет-то ты о чем? Цельсия! Это серьезно? Мне жарко! Простите, друзья, видимо, я не пойду с вами дальше! Если я обращусь в монстра и потеряю над собой контроль... Если это случится... Цельсия! Не сдавайся! Если это случится, рецепт, воспользуйся серебряной пулей, освещенной в церкви! Только так ты можешь убить обращенного монстра! Нет! Что ты хочешь сделать? Нет-нет, остановись! Да... Я умерла от смерти, нам не нужна серебряная пуля. Ханчет, дзюнтай, тут нет ничего смешного. Рицуко. Это моя вина, что бы мне это не стоило, я должна вернуть вас обратно. Отлично, я возвращаюсь домой. Домой, дзюнтай. Панда, панда в городе! Снова пришла уничтожить посевы. Зовите милицию, лови панду! Туда, она убегает, быстрее! Не давайте ей сбежать, окружай ее! Вот она! Ай, помогите! Туда! Не дайте ей сбежать, держи ее, бежи ее! А-а-а, мы наконец поймали тебя, мерзкая панда! Постойте, я не панда! Я Цельсия! Цельсия, Мельклэр! Ты утверждаешь, что ты госпожа Цельсия? Это все вранье! Рот, послушаю, это сказать можно заткнуть! Отлично! Давайте бросим ее в реку! Что-то ей здорово не везет в последнее время! Так утром ты возвращаешься в свое обычное тело! Какая радость! Но я превращусь в панду в следующее полнолуние! А потом в следующее! И в следующее тоже! И в следующее, следующее, следующее! Но это только раз в месяц! Ты можешь смириться с этим! Ты не знаешь, что я чувствовала! Я была собакой! Пятнестой собакой! Собакой с усами! И теперь я панда! Интересно, как скоро я начну есть бамбу? Сусть ее! Оставим ее здесь! Но нам нужна информация об эльфах! Простите, не обращайте на меня внимания, но сейчас я не хочу об этом думать! Даже если посмотришь сюда, похоже, врач, лечащий превращенных в монстров, живет где-то неподалеку! Ой, как вовремя! Я обязана сделать хоть что-то, чтобы помочь госпожи Цельсии! Ветер! Земля! Духи! Ответьте на мой призыв! Да, я получу силу развеять, проклятие! О, магическая сила! Я взываю к тебе! Ой, не то заклинание! Закрыто! Я вот подумала, а почему они попросили искать меня средству вместо нее? Может, она уже умерла? Я чувствую, внутри чьё-то присутствие! Странно! Не понимаю, почему в воздухе витает стыд! Стыд! Да, мне кажется, она находится в такой ситуации, что не хочется, чтобы её кто-то увидел! А, что за трусливый эльф! Я скажу ей, пусть подражает бесстыдной наглости Цельсии! Да как ты смеешь! Сюрприз! Тут невидимая стена! Неужели? Здесь мощный щит! Это вызов! О, магическая сила! Я взываю к тебе! И это тоже не то заклинание! Это глупо! Даже сто ударов не сломают его! Когда я сломаю его сто первым ударом? Ну, недооцениваемое знание карате! Чженпэй! Я должен это сделать! О, время обедать! Я должен идти! Эй, ты! Я согласна с тобой! Микка, подготовь пушку! Огонь! Не может быть! Невероятно! Почему она так хочет спрятаться? Айрис! Я должна попробовать достучаться до ее сердца! Мне все равно не сдамся! Послушай, дочь моя! Прошу! Только позволь увидеть мне твое лицо! Я хочу многое рассказать тебе! Может, ты откроешь? Пожалуйста! Ты помнишь тот холм, где я носила тебя совсем маленькой на своей спине? Листья на нем теперь покрылись багрянцем! О, дочь моя! Позволь мне хотя бы разок взглянуть на тебя! Я же твоя несчастная старая мать! Мама! О, мама! О, дочь моя! Прости за все, что тебе причинила, мама! Теперь открой! Позволь мне! Позволь обвинять тебя, дорогая! Японский амулет удачи в виде куклы енота! О, госпожа, Цельсия! Черт, у нас ничего не получается! Эй, Цельсия, сделай что-нибудь с помощью магии, которой ты так гордишься! Это не сработает! Преосходная защита, по крайней мере, против лучших твов! Не так мы все их пробовали! Дерьмо! Чтоб еще попробовать! Что? Это панда прошел куй щит? Смотрите, и это тоже! У какого дьявола панды проходят, а у людей ни черта не получается! Эй, черт побери, если бы я мог превратиться в панду! Что? Прекрасная луна! Я чувствую тебя так, будто минуту назад слышал войвер Вольфа! Теперь, Цельсия, повторяю тебе твое задание! Да! Пойдем в дом в виде панды! Ты должна проверить Эльфику! Слишне говорить, собери все фрагменты заклинания, как только их найдешь! Есть! Так мне не везло! Но теперь я получу средство для себя! Класс! Иду, иду! Удачи! Не забудь собрать фрагменты заклинания! Я чувствую себя, как если бы послал девушку на ее первое задание! Ага! Ну, где тут Альпийка? Ага! Ну, где тут Альпийка? Как дела тебе? Я на Мансинада, врачующий обращенных животных! Цельсия Мэри Клэр! Она совсем не такая, как я ожидала. А, откуда ты знаешь моё имя? Но самое главное для тебя, это чтобы я тебя вылечила. Да, точно так. Пожалуйста. Конечно, я могу это. А ты исправишь сначала моё лицо. Что? Ты первоначальная владелица этого? Не говори мне, у тебя... Фрагменты заклинания. Да, я чувствую мистическую волну, антипризывающего заклинания. Главное, на ней есть фрагмент, но опостой. Точно, одну вокруг глаз, одну на ушах и ещё одну на носу. Ещё три фрагмента. Но она похожа на панда. Ааа, вот почему она прячет, я дружу только с пандами. В любом случае, её лицо такое... Немедленно! Сейчас же убирай с моего лица эти дурацкие волшебные фрагменты! Подожди немного! Вначале успокойся! Так, давай прикинем. Она постоянно ходит с мордой панды. Уровень позорности пять лицов бамбука. Я панда только в полнолунии. Уровень позорности три лица бамбука. Если мы это сделаем... Она вернётся в своё нормальное состояние. Уровень позорности ноль. Ну, я превращусь в эрхо, но постоянно буду ходить с мордой панды. Уровень позорности пять громадных лицов бамбука. Вот, моё положение ещё больше ухудшится. Сейчас же! Убирай их! Мяу, о чём ты думаешь? Эй, куда ты идёшь? Мяу, прекрати вести себя, как панда! Убирай их! Сейчас же! Благодарю, ты такие вкусные листья! А я сказала, стой! Айрисуко, Айрисуко, простите меня. Вы знаете, я тоже хочу быть счастлива. Смарт! Что вы? Эй, постой! У меня фрагменты заклинания! Почему ты уходишь мне собрав, эс? Как ты сюда попал? А я смог попасть сюда, вырыв подкоп. Нет, пожалуйста, я не хочу! Простите, доктор, мы уйдём, как только соберём все фрагменты. Хорошо. Пожалуйста, сделайте это. Я не могу больше скрываться. Ваше здоровье! Удачка, мы собрали 3 фрагмента за раз. Вот и так пойдёт. Ну, скоро вернёмся в Японию. Всё. Менфи тоже счастлива. Она продолжила лечить обращенных в монстров. Теперь всё будет хорошо. Ну, я надеюсь на это. Да, всё будет хорошо. Волшебные фрагменты препятствуют её превращению в обычное состояние. Так сказать, волшебные фрагменты закалили её в костюме панды. Она с этим уже сталкивалась, когда превращалась в собаку. Но это ведь не страшно. Микки, ты можешь пристрелить в меня серебряным снарядом? Мы принесли вам кое-что, что поднимет ваше настроение. Микки, огонь! Микки, огонь! Микки, огонь! Микки! Микки, огонь! Микки, огонь! Микки, огонь! Магия призыва метеора Отклонение от цели только 3 миллиметра Что доказывает правильность геоцентрической теории Значит, Солнце вращается вокруг Земли Если кто-то оспорит это Мой метеор-паразиты Те, кто познают Вселенную Что? Что ты говоришь? Я только что сказала, что Солнце вращается вокруг Земли Сумасайте! Вы слышали этот бред? Глупые люди фантастического мира Глупые люди из параллельного мира Посмотри на это! Ясно Яцентрическая теория обычное дело здесь А что еще ждать от фантастического мира? Яцентрическая теория чертовски глупая Я определенно поддерживаю геоцентрическую теорию Не болтай ерунды Я никогда еще не слышала подобной теории Да? Ты не знаешь о геоцентрической теории? Я объясню ее тебе Итак Объясни ты, Ария В этой теории Земля вращается вокруг Солнца Вот так Если бы это было право Мы бы все страдали от постоянного головокружения Я принимаю эльфов в магах Я даже смирился с пандельфом Что значит пандельф? Но я никогда не приму геоцентрическую теорию Никогда! Я плакал только один раз Когда смотрел телевизор Что? Ты? Ты плакал? Да Это случилось через день После моего десятилетия Я смотрел телевизор Чтобы убить время Пока буду искать рис с рисом Мое любимое блюдо Эта история произошла в Европе Ее герой Бруно Был монахом В те времена люди верили Что Солнца вращается вокруг Земли Глупая фантазия Но Бруно не согласился с этим Он утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца Он храбро спорил с несогласными Я был в восторге от него Но церковь посчитала его еретиком Никогда я не приму фантастическую теорию Ерунда Короче говоря, на следующий день я поехал в Википу Коры Чтобы поведать геоцентрическую теорию Ой, я не могу усидеть на месте Я должен просвещать о геоцентрической теории Все, кто ошибочно верит в геоцентрическую теорию Дамы, господа, подходите Подходите все Послушайте геоцентрическая теория, в которую вы верите Останови его, я не могу Это слишком стыдно Я открою для вас геоцентрическую теорию Что ты виновата в церкви Я тебя спорила, и вот результат Эй, послушайте меня, послушайте глупцы Что? Боже мой Почему эти трескнутые линзы такие дорогие? Если тебе не нравится, можешь не покупать Ясно, вот значит как У меня будут проблемы, если я буду общаться с тобой А, мы наконец-то нашли тебя Ты крапи, этот бред, пух ты здесь Заткни, пандель Ты что? Хочешь подраться со мной? Конечно Прекратите А да, вы смотрите, как будто вы муж и жена Муж и жена? Кугунпей, Сельфия Как вы? Хайри, смотри Заткнись Ты вводишь людей в заблуждение И потому Как ты смеешь незаконно проживать в обсерватории Мария? Но ведь эта обсерватория не используется Я там никого не беспокоил Я уверена Как ты смеешь? Постой Вот доктор Бруно Бруно? Астрономическое общество приказывает доктору Бруно покинуть обсерваторию Марта завтра утром Ты сама напросилась вводя в заблуждение горожан глупостями о том, будто Земля движется Делиоцентрическая сетерия Теперь, пожалуйста, уезжай Убирайся, убирайся Я поняла Но ваши действия бессмысленны Бессмысленны? Да Даже если вы силой выгоните меня из города Земля Все-таки движется Это женщина, Бруно В геоцентрической теории против геоцентрической Забавно, да? Что ты будешь делать, Джинпейн? Я взбешен Я продемонстрирую свое искусство каратэ Как унистовый Он это серьезно? Она, конечно Я знала, что обсерваторию строятся на возвышенностях, но... Останечка Неужели доктор Бруно сбирается по этому обрыву? Кто знает Проклятия Усора! Fürсора! Бруно сбирается по этому об찰у Члены астрономического общества Они так узколобы Я разделяю ваши взгляды Я согласен с вашей теорией, доктор Бруно Так ты из тех, кто охотится на эльфов Я слышала о тебе Я ценю твою поддержку, но это мое личное дело Давайте объединимся, и я открою вам научные истины Ты правда веришь, что Земля движется? Конечно, нет! Это общеизвеста, и ты знаешь, что сентрическая теория доказана Короче, давайте наглядно покажем, что Земля движется Ты можешь это? Как? Ты опять? Ты же знаешь, что не можешь Заткни, тупая панда! Проверим хелиосентрическую теорию! Ай, тошнит! Ай! А-а-а-а-а! Девушки отдыхают 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 Это невозможно. Они сказали, что мы можем оставаться здесь до завтра. Я не удивлена, что они прибегли к силе. А как мы поступим? Даже пускомеки не сможет остановить метеорит. Чёрт, как может наука проигрывать колдовство? Мы должны бежать. Уйти отсюда как можно дальше. Нам этого не нужно. Что? Метеорит падает прямо сюда. Но он не поразит нас. Потому что Земля движется. Так говорит моя теория. Это так? Если Земля движется, мы не окажемся там, где упадет метеорит. Но это может быть и так. Кто может в это верить? Бруно, не будь такой упрямой. Только дурак ставит ради теории на кон свою жизнь. Мике? Мичи Чан? Что происходит? Митые животные идут пройти отсюда. Животные знают законы природы. Только человек в них не верит. Чего ты ждёшь? Ты не веришь в птиц? Они инстинктивно чувствуют опасность. Оставаться тут самоубийство. Нет, я не могу больше предаваться глупым идеям. Пойдёмте, друзья. Я не пойду. Я останусь здесь. Потому что Гелио Центрисская теория верна. Давайте останемся все вместе. Сэссия. Он приближается? Выглядит просто громадным. А нет, пизаж, если он и не попадёт точно в нас. Балды. Сэссия. Сэссия. Какое несчастье. Я плачу за твои ошибки. Игра окончена. И всё-таки она движется. А они были глупцами. Что за чертовщина? Движутся. Земля движется. Понятно. Она почувствовала падающий метеорит и теперь пытается убежать. Конечно, это же дверь. Всё по законам природы. Постой. Подожди минуту. Стой. Стой. Я сделала это, отец. Доктор Брона, так ваша теория. Да, только что была доказана. Как удачно для тебя, что фрагмент, который мы только что сняли, располагался на довольно неприметной части тела. Сельсия. 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 Её теория оказалась ещё более фантастичной. Да. Именно. И ещё я не подозревала, что Брона Энн, честно говоря, шокирована производящим. А ты, Джун Пэй? Несколько дней спустя, всемирное астрономическое общество постановило, что теория, что часть Земли движется верна. Я фантастический зон! Мы столько за тобой бегали, а на тебе ничего нет. Блин. Не смотри на меня так, я тут ни при чём. Ну а хрустальный шар не безупречен, ты же знаешь. Ай. Эй, ты что, игнорируешь меня? Скажи что-нибудь. Ну это эпики нет фрагментов заклинания. Пошли за следующей целью. Чем ты там занята? Пошли. Минутку. Вот теперь можно идти. Девчон в плену бобового стебля. Что? Ты хочешь сказать, что мы застряли? На этом острове? Простите, но по предсказанию астрологов будет очень плохой прилив и ветер. Тупой народ фантастического мира. Давай сделаем усилие и преодолеем течение ветра. Не волнуйся, я умею плавать. Не болтай ерунды. Он прав? Я чувствую, как будто духи ветра. Заткнись! Что может знать панда? Что ты сказал? Что ты сказал? Кончайте припираться. Здесь можно немножко отдохнуть. Ну да, ты права. О. А. О. Девчон. Благодарим вас же за посещение Джека самого большого в мире ботанического сада. У нас тут 47 тысяч сортов растений. Растения наши друзья, они основа всего в нашем мире. Надеемся, вам понравится ваш визит в мир тайм растений. Лидерицука, это утренние Глори. Релиз, здесь немного сладкого картофеля и мухоловки Венеры. Круто! О, где Пичи-чан? Пичи-чан, где ты? Дорогуша, не отставай от меня. Ой, они готовы посеять семена. Посеять семена. Да, пиалки уже созрели. О, превосходно! Да, похожи на противопехотные мины. Мины! Ух ты, дальше мангровые деревья. Их длинные стручки падают и вонзаются в землю. Гляди, похожи на торпеды. Но ты можешь говорить все, что тебе нравится, но я не хочу слышать с ваминой торпеды. Почему бы тебе не разговаривать более женственно? В любом случае, я рада. Этот сад такой мирный. Ты это уже говорила. Я тоже счастлив, хотя у них здесь нет баклажанного кэри. Сейчас на центральной площади начнется публичный эксперимент. Мы хотим попробовать его создать легендарный гигантский бобовый стебель. Гигантский бобовый стебель? Если эксперимент пройдет успешно, он должен вырасти в высоту на 10 тысяч метров. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в этот исторический момент. Вырастет 10 тысяч метров в высоту. Большое спасибо, что присоединились к нам. Я Джек Бино, директор. А это доктор Никон, который разработал специальное удобрение, ускоряющее рост растений. Позвольте мне дать вам короткое описание этого эксперимента. Вы, вероятно, знаете легенду о Джеке и бобовом стебле. Гигантский бобовый стебель из этой легенды стал отправной точкой для моей идеи. После страдания от серии неудач, после долгих лет поисков. История Джека и бобовый стебель. В этом мире это слишком. Теперь давайте попробуем воссоздать гигантский побег. Пожалуйста, внимательно наблюдайте за маленьким ростом у моих ног. Мое чудо-удобрение! С ним очень легко сделать растения громадным. Вот таким. Хм... О! О! Играет музыка. Поздравляю! Первый шаг к нашему прекрасному будущему Удивительно, он все еще растет Я же пареный, правда, может вырасти 10 тысяч метров в высоту? Что случилось? Не надо было спросить пораньше Представляете, что будет, когда эти горошки начнутся подставить? Она права, стручки рано и не поздно раскроются Считаю, стручки уходят прямо сюда С такой высоты, правда? Не волнуйтесь, но в безопасности, да, директор? Это ведь полностью безопасные опыты Но... А... Уверяю Ужас Сочи, воспользуйся заклинанием, которое ты применила против гигантской панды А, да, уменьшающая магия О, духи Невесы Земли Дайте большое, сильное, безумное, маленьким, как и должно оно быть Изумительно, это поможет Что-то не так Что? Я выложилась полностью, но это штука слишком громадная Моя магия уменьшила степень на 284 метра Ты что теперь, нехорошая панда? Раз твоя магия не работает, сожри его Ну как ты смеешь? Ой, Чичан пропал Он сидел в моей сумке Пропал? Он нам это не хватает проблем Давайте разделимся и поглядим вокруг Ага Да, хранилище специального удобрения было разрушено Который не развелось и растекается по всему саду По всему саду Включай тревогу Все должны немедленно эвакуироваться с острова Что fights Пасите, помогите Я возьму И чичан, где ты? Микки Мне Что это значит? Сминь мяу мяу Микки Микки Что-то что это значит? Зах Rhino Что ты нашла? И Чи Чан! Отлично! Рицуко! Рицуко! Зачем ты туда лезешь? И Чи Чан застрял наверху с кетово-бобового побега. Я иду ему на помощь. Ты не можешь лезть на такую верхотуру. Рицуко, нет! Это слишком опасно! Что за глупая девчонка? Что, Джинпэй? Ри? Слишком поздно. И потом мы не поможем ей, даже если полезем следом. Мы можем помочь сейчас всем, если на нем будет вступление с этого острова. Точно. Как ты хулиганишь и мешаешь нам пройти? Ты имеешь право хранить молчание все же, как оно тобой может быть использовано против тебя. Молись! Завязывай с этой фигней! Мне известно, твоя ахиллесова пята. Я все-таки учился в начальной школе. Хорошо, сейчас мы пойдем дальше. Я скоро буду, Пичичан. Бегите! Пока не стало слишком поздно! Все, все-таки уйдем! Погнали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прости, я проделала скрибуть, чтобы помочь тебе, но… Как мне жаль, что я не могу сдержать свои обещания перед Джинпэем и другими. Блин, Цельси, сделай что-нибудь с этим. Могла бы, сделала. Эй, ты же мант! Ну, не бог! Ну, что? Что? Ну, что ты? Ну, что ты? Разобьёт в гребезге! Рисуков! Помогите! Спасите меня! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это было огромное семечко, но из него вырос обыкновенный одуванчик. В конце концов, вы можете выращивать их огромными без специальных удобрений. Короче говоря, натуральное самое лучшее, как язов! Но уже нехердеться... В нашем ботаническом саду не было одуванчиков. Откуда появились эти семена? Они могли случайно прилететь откуда-нибудь. Ну... Ну... А теперь пойдёмте! Наш корабль уходит! Чем ты занимаешься, Рисуков? Мы пропустим корабль! Куда? 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 Вон.. учитель доброе утро вы выглядите как всегда элегантно комплименты не улучшат ваших оценок какая вы строгая врач ты мешаешь мне подметать меня чертовски раздражают эти школьницы ты усердно работаешь каждое утро что еще нет нет пожалуйста доброе утро ири привет рицуко ты освоилась в этой школе да другие ученицы так добры ко мне ну есть хорошие новости ари пока совсем ничего а у тебя у меня есть ли тут эльфейка с фрагментом заклинания да я верю что одна из учениц то что надо итак за маку тайны сегодня приоткроются те кто журничали эльфийская средняя школа для девочек да я слышал это женская школа для обычных эльфов из округи эльфийки в средней школе все школьницы эльфийки это заслуживает нашего внимания ну и что же как много эльфийки в одном месте это прекрасная возможность мы можем найти один из фрагментов более чем вероятно я бы так сказал давненько не видели те кто охотятся на эльфов джаджи что ты сказал сохраняйте тишину заткнись старая жаба старая жаба требует чтобы этот невежественный грубый бургардный человек был предварен в постоянной гибернации вот тебе снова надо ты снова пристаешь к нам согласно последним отчету комиссии на одной из учеников везде средней школы есть фрагмент заклинания на ком-то в школе есть фрагмент отлично мы знаем что делать разденем тех эльфийских девчанок одну задрогай нет комиссия по расследованию забирает волшебные фрагменты что ты не должен больше в это лезть что это значит вы считаете это вне наших возможностей мы это по горло жалобами на вас мы стараемся мы в этот раз мы сделаем то же самое в каждом школе для девочек мы сможем легко добрать фрагмент хорошо если вы настаиваете мы можем помочь вам внедриться в эту школу отлично только дайте нам туда попасть с одним условием что за условия сделайте это за месяц если вы не сможете найти фрагмент за это время то что мы поместим вас всех под нашу опеку туда откуда вы не сможете создавать беспорядки в мире под вашу опеку не волнуйся мы гарантируем вашу безопасность только мы любезно просим вас терпеть некоторые неудобства что значит ты поместишься под опеку ужасно мы согласны с твоим условием Айри рад что ты это сказала делка заключена его я забираю как гарантию пичачан помните своё обещание те кто охотится на эльфов хо 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 как или иначе джаджи повязал нас этим делом С тех пор прошло уже три недели. Если мы сможем найти этот фрагмент, можем ли мы когда-нибудь вернуться? Ой, это не очень хорошо, Зучит Айри. Ну, время и тепла. Без задания там теорию магии призывал. Начальный уровень. Ой, я попрошу, чтобы кто-нибудь дал мне свою тетрадку. Боже, я опять опоздала. Я войду после тебя, и ты можешь не бежать по коридору. Ой, здорово, вы такая чуткая, Айри. Я учитель. Почему я должна сидеть здесь? Я должна идти искать фрагменты. Я пробовала чайную диету в течение недели. И как? Что это? Сыне знаешь? В этот раз вы не должны раздевать, эльфеек. Иначе вся школа будет охвачена паникой. Чёрт. Ну, я ж не камера в видеонаблюдение. Нет, нет, это не то, что мы подумали. Я только фрагменты заклинаний подметал, и когда оказался здесь... Извращение! Да, пожалуйста, постойте. Нет, нет. Эй, вы не знаете тут никого, у кого недавно появился странный синяк? Ай, тут магаз просто отпад. Какой балдёж. Реально. Я забила на него, они разбосячили и косы на башля разводят. О, руль, на, келки, келки. А ты в курсе? Там сейчас снова пряник хелом и нота персепини. Хм, чёрной магии или белой магии? Да, был чёрный, накинутый манан, набранный мандраж. О, лишистый. Это реально келки. Кульно. Чёрт, не малейшая идея. О чём они болтают? Пойдите туда ещё раз. Расскажите ему. Он хорош, как Роза, на горном плитке. Естественно, люди ждут, что он произведёт, а не глубокое впечатление. Деньги, корабли, солдаты. Все мы встречаем здесь. Чего тебе надо? Ой! Не расстраивайся. Каждый хочет подремать в такой прекрасный денёк. Извините. Победа! А теперь я отправляюсь сказать, строго мента заклинания. Ты выглядишь отличной, как всегда, панда. А мы принесли тебе еды. Посиди вместе с другими животными, дорогая. Пока! Как ты слишком старая, чтобы трепаться с другими девчонками, Рецуко. Ты вообще с ними не заговоришь. Они тебя извращенцем называют. Почему я сижу тут под замком, как пленник засада? Просто жуй свой бамбук, панда. Чего? Я отказал жуй свой бамбук. Если тебе это не нравится, расслабься. Ты ещё пожалеешь. Я с тобой раскритаюсь. Я загоню тебя в бездну, ада. На-на. Пойду поищу волшебные фрагменты. У нас нет больше времени. Ари, я бросаю мяч. Хорошо, давай. Настоящий гурец премёск. Она вошла в роль. Похоже, будто ей нравится эта игра. Или она просто играет. Ари, ты замечательный учитель. Лови. Ой. Извини, как ты? Ничего. Я рада, что у тебя всё хорошо. Стреть, будь осторожней. Я буду. Учитель. Могу я тебе кое-что сказать? Конечно. Я тоже хочу играть. Извращение. У них это получилось без подготовки. Несомненно, ты не сможешь его найти. Победа в этой игре будет за мной. Остался только один день. Остался только один день. Что-то не случилось. Я должна его найти. Я хотела кое-чего спросить тебя. А, этот магаз просто отпал. Какой балдёж. Реально. Я забила на него. Они разбосячили и кот на башне разводят. О, руль на килке-килке. А ты в курсе? Там сейчас снова пряник. Киломинута перед темникой. Они снова болтают эту ерунду. Почему? Почему он тебе так плохо? Ты представляешь, кто я? Завтра последний день. И сколько ты получишь за это? Мой агент забирает слишком много. Добро пожаловать в слух. Я, видна, как бы не вкалывала. Чёрт, не могу я этим заниматься, когда у нас совсем нет времени. Что? Дерьмо, братик. Перерабатываем банку в неперерабатываемый мусор. Ты знаешь что? Что? Ой, это извращение! Ну что ты имела в виду? Постой, ау! Этот сценарий неплох. Только один день. Я и не представлял, что всё так хорошо сработает. Хочешь поесть бамбукового крестья? Айри, по-моему, кто-то это потерял. Сценарий эльфийская средняя школа для девочек. Хорошо продуманную стратегию вы изобрели. Вы хороший сценарист, Джаджи. Эта история поставлена в олимпийской средней школе для девочек. Вы ищите фрагмент заклинания. Вы ищите фрагменты, выполненные лучшими актрисами, которые вводят вас за ночь, пока не истечет время. И вы не сможете остановить нас в поисках фрагментов. Очень простой сценарий. Да, но договор есть договор. Согласно ему, вы должны завтра найти фрагмент. Я очень хорошо это знаю. Что? Тогда сейчас я пойду, Джаджи. Она блехует. Такие бы козыри у нее не были, ей не выиграть. Я больше не могу этим заниматься. Пусти меня, я ухожу. Мы всех обыскали и не нашли фрагмента. Джаджи лжет. Эй! У него птичий чан! Что мы, кстати, будем делать? Кроме того, если мы сбежим комиссию, к расследованию на этот раз не закроют глаза, и мы будем бегать всю жизнь. Заткнись! Это лучше, чем слышать извращенец от этих девчонок. А ты так не думаешь, Айри? Айри! До свидания, Айри, увидимся завтра. До свидания. Завтра не опаздывайте. Завтра последний день. Занавес еще не опущен. И игра еще не закончена. Итак, короткое объявление. По некоторым причинам, Айри уходит из школы. Хотя она была с нами только месяц, она показала себя как прекрасный учитель. Айри-сан. Айри-сан. Айри, вы скажете что-нибудь на прощание? Айри-сан. 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 Пришло время мне сказать вам прощай. Но перед этим я хочу сказать вам одну вещь. Я... На самом деле, фальшивый учитель. Я одна из тех, кто охотится на эльфов. Однако, в течение месяца я старалась быть вашим учителем. Потому что... Потому что я так люблю вас. Айри-сан. Айри-сан. Айри. Какая трагедия. Айри. Теперь она делает это, как я предполагал. Жакши. Играть на их глубоких чувствах бесполезно. Все школьники превосходные, актриса не знает, что она просто играет роль. Играть на их глубоких чувствах бесполезно. Прощайте всех. Играть на их глубоких чувствах бесполезно. Дмитрий. Расскажем пройти этот школьник и эaron. Айри! Ну ибер! Вот оно. Это была хорошая работы. А я еще не сказала чем учителем! А Facates fill. Вот что? Астань, Джаджи! Ты что-то хочешь сказать? Договор есть договор. А теперь, Цельсия, дай мне свое разрешение. Цельсия! Ты пойдешь на это? Учитель! Учитель! Что? Учитель! Учитель! Что вы делаете? Дануис уже опустился. Теперь вы должны уйти. Я больше не учитель. Но... Твои полы у меня было выше всяких похвал. Извини, что обманывала тебя. Учитель! А ты... Сегодня я не опоздала, учитель. Фрагмент заклинания. Что это значит? Я поняла. Этот фрагмент можно было увидеть только когда она плачет. Ясно. Вот почему мы не нашли его, хотя везде искали. Невероятно. Значит, актерская игра Айри победила. Это был самый замечательный финал, в котором я когда-либо принимала участие. Навались! Пошла! Это была такая замечательная пацана. Если они так богаты, скупили бы мне весь риск, чтобы я мог его съесть. Не глупее. Я так рада, что Китичан вернулся обратно. И мы больше не породен. Да, Айри? Да, эти девушки спасли нас. Но как ты узнал, что дети пика с фрагментом? Ну, моя логика была простая. Я почувствовал, что Джоджи не обманывает. Джоджи! Ты победила в этой игре. Обещаю, что больше не буду вам мешать. Отлично! Просто предоставьте все, что касается заклинания нам! И в последний отчет комиссии порасследую. Такие же число оставшихся фрагментов. Правда? Количество оставшихся фрагментов, но... Приблизительно... Приблизительно... 1019! Тысяча! Мы не будем больше вмешиваться. Удачи, те, кто охотятся на эльфу! У меня голова кружится! Джоджи! Ты должен нам немного помочь! Может быть, лучше было оставить все это комиссии по расследованию? Это могло быть лучше для меня. Я бы продолжала играть свою роль. Джоджи! Ваше это выступление! Сейчас! Колька! Они не потратили там много денег на еду и одежду! Почему я должен платить за это? Ну, Айри сказала мне, ну, чуть-чуть вам! И я рад, что вы заплатили двойную плату всем актерам! Эльфиско-бюро расследований так великодушно! Айри! Эльфиско-бюро расследований так великодушно! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Зубки! Та-дам! Большие! Это для того, чтобы съесть тебя! Какой великолепный сценарий! Я просто гений! Что? Ну, а почему это у тебя такое мускулистое тело? А это для того, чтобы сильнее хвануть тебя! Вот оно что! Это был волк, как мы и предполагали! Тут кое-что вам передала красная шапочка! Мы узнали о волчьих планах и ввели ей оставаться дома! Так вы все охотники! Большое спасибо! Я слышала, этот волк очень настойчивый! Наездом снова появится! Я его пну еще раз! Не беспокойтесь, бабушка! Мы ваши гости! Мы вас позаботимся! Хорошо! Это очень любезно с вашей стороны! Черт, они могут быть теми самыми охотниками, о которых я слышал! Сегодня я был слишком неосторожен, но я еще не дал им тебя поймать! Если я поставил перед собой селье, никогда не отступлять мне! Черт, поверь! Кто там? Курьерская служба доставки! Я принес посылку! Боже, какая красивая деревянная лошадка! Красная шапочка была бы рада! Дура! Я назову эту операцию «Троянский конь»! Посланный во вражеский лагерь деревянный конь с солдатами! Отравленный приманка, так сказать! Черт, поверь ее! Разглав простой! Разрубайте удар! А где бабуля? Я за нее! И не приходи сюда больше! Шутка или угощение? Дети врываются в каждый дом В ночь Хэллоуина, когда великая тыква вырастает на тыквенном поле Хорошо Какой месяц на дворе, по-двоему? Что? Какой месяц? На тебе в тыкву, тупой волк! Я все понял! Ты сделал из меня настоящего психа Я не могу смириться С человеческим существованием не могу! Туда! Они побежали туда! Папа! Мама! Тогда я поклялся на могиле своих родителей Что я проживу долгую жизнь для своих родителей И не признаю людей Как бы они нас не ненавидели Майами спадет на охотников! Я пришел за оплатой газет Что с вами, госпожа? Спустите меня, сборщик Не могла бы я задержать оплату за этот месяц? Ну, конечно! Паски по вам огромные! Мой муж просадил все деньги на выпивку и азартные игры Я даже не могу купить молока ребенку И еще он привел любовницу В наш дом Я умоляла его не делать этого А он врезал мне пощечину О, госпожа! Раньше он не был таким Я просто не знаю, что делать Лучше я покончу с тобой Не принимайте последствия решений, госпожа Мне все так плохо Возьмите вот это Вы так добры Не падайте духом, госпожа Большое спасибо! Некоторым людям так трудно живется Я хотел бы сделать ее хоть немного счастливой Кто она? Меня надули! Это не старуха, что живет там! Как посмели вы выставить меня дуракам? Мне остается использовать последние средства Блин, чертовы охотники Проклятие! Похоже, они радуются Что? Ой, мина! Болван! Ой, вы и правда лучшие охотники на волков Охотники на волков? Мы не охотники на волков Что? Ну кто же вы? Лорд отвалил кучу денег Они жуткие, как и следовало ожидать Но вот что я не понимаю Почему они не убили меня? Они могли прикончить меня Они издеваются надо мной для забавы Я не сдамся! Они затронули мою гордость! Придется применить мой козырь Предельные трансформации Ее назовут операцией Беременские музыканты Поселок, скот и петух объединятся И трансформируются в могуче сынное существо Что может разрушить все что угодно Вот и наступит охотникам след Ко-ко-кок, когик, кок, кок, кок Искус готов, осёл готов. Я мог бы побыть вместо пшта, но я не знал, что будет так трудно добыть кота. Ладно, я попробую вашу кейс, как купила бы Викас. Супер-пупер-кошачий корм! Открой его и посмотрю, как он сработает. Что? Что? Что это? Почему этот танк мяукает? Танк мчит-то прямо на меня! Волк! Эй, Волк! Это помогает, он приходит в себя. Извини, Волк! Я одна из них! Наша кошечка не причинит вам вреда. Она только дух в остальном теле. Ты зашла слишком далеко, Мике. Расслабься, мы здесь не чтобы сражаться с тобой. Это тебе, а может восстановиться? Теперь мы вернёмся в бабушкин дом. Что-то нет, кривые, но тогда тебя не найдут. Подожди! Что ты имеешь в виду? Эй, я сказал, подожди! Эта земля первоначально принадлежала волкам. Человек пришёл позже и захватил её. Мы только добывали еду. Никак не перетекались с людьми. Ты делаешь из меня дурака! Охотник должен быть... Жестоким и беспощадным! Когда же появятся охотники? Мы не можем позволить волку делать всё, что заблагорассудится. Может, они просто взяли деньги и смылись? Я слышал, таких охотников не так уж и мало. Кто смылся? Охотник! Мы профессионалы. Мы делаем любую работу, за которую берёмся. Значит, вы охотники. Несомненно. Вы, похоже, очень сильные. Коклятый волк будет уничтожен. Ну, как вы будете охотиться на него? Вы его застрелите? Нет. Это означало бы отступить от наших принципов и убить его слишком легко. Что? Сначала я усыплю его с помощью ружья транквилизатором. Тогда я разрежу ему брюхо этими ножницами, а я набью туда груду камней. И, наконец, я зашлю всё обратно. Потом мы просто бросим его в реку и закроем попород. Изумительно. Он получит как раз то, что заслужил. А теперь мы начинаем охоту. Проклятие. То, чёрт возьми, они такие. Ксарт, вы ещё пожалеете, проклятые охотники. Ладно. В любом случае, я проголодался. Не думаю, что это отравлено. Это тебе. Поможет восстановиться. Я не возьму никаких подачек от людей. Выстрел. Это они. Да, они пришли раньше, чем ожидалось. Бок в опасности. Отправляемся немедленно. Куда вы? Короче говоря... Мы начинаем охоту. Там и захватывающий момент охоты. Это окупает затраченное время на дорогу. Чёрт, убери. Теперь я понял, почему мне раньше показалось всё странным. Это и есть охотники. Не могу поверить, что я так обманулся. Я не позволю вам избивать меня. Такой простой трюк не сработает. Волки все такие уродливые. Я не могу пошевелить ногами. Вы использовали ружьё с транквилизатором? Не беспокойся. Мы ещё не хотим тебя убить. Как это тебе? Покажи свои кишки. Полагаю, мой выход. Я не признаю людей. Папа. Мама. Я скоро буду с вами. Они были такие странные. Во всяком случае, я не притронулся, как едят. Вдохни. Для него слишком рано. Чтобы умереть. Ты? Ну, вижу, теперь всё в порядке. Не думай, что ты настолько слаб. Умрёшь от этого. Нет. Те, кто охотится на эльфов. Те, кто охотится на эльфов. Я вспомнил. Я слышал о них. Они раздевают эльфейк, одно за другой. Эльф. Только эти охотники эльфы. Но тогда они использовали меня, как приманку. И устроили засаду на охотников Вижу, ты знаешь нас Нет необходимости в объяснении Я бы не хотел применять силу Или напрасно тратить наше время Дай мне раздеть тебя Заткнись Глупышки Раздевание Вершилось Будь серьезнее Как вы могли Как вы могли так меня использовать Я никогда не смогу этого забыть Никогда не забуду Сразитесь со мной Сейчас же сразитесь со мной Давай наконец сразимся Зачем Сейчас когда вы раздевали охотников Я служил твоей цели Эй давай начинай Ты такой упрямый На вот покушай А ты еще и издеваешься надо мной Но я и не думал об этом И понимаю твои чувства А ты охотишься ради еды Так мы раздеваем их пик Чтоб вернуться домой Твои раны не заживут Если ты не будешь есть Кроме того У нас тут все известно Но вы не знаете Что вы вымершие животные В Японии Что за Япония Надеюсь ты скоро женишься Не делай слишком много гадостей Не делай слишком много гадостей Так Хотя на самом деле Я не хочу есть Будет расточиться И там бросить ее здесь У меня просто ужасно Такая джава Что у нас Ай я снова проиграл Ой этот способ слишком долгий Лучше я разорву твою одежду Баааа У тебя тоже нет фрагмента заклинания Боюсь что мы все еще Очень далеко от возвращения в Японию Гад Возвращенец Дурак 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 Ты можешь представить Что я чувствую Будучи насильно раздетой Те кто иногда защищает эльфу Мы должны поспешить И найти следующую эльпийку Нам еще надо найти 1013 фрагментов А там в городе Айри Тельсия Черт Мне не нравится их раздевать Ты не успокойся об этом джинпень В конце концов Мы должны этим заниматься Иначе мы не сможем Вернуться в Японию Ты же знаешь На самом деле Мне наплевать Но О Ты все тело Так лета фрагментами заклинаний Что? Она просто обеда в платье С таким узором И потом Посмотри внимательней Она не эль Да Ты права Но она ведет себя Очень странно Я раздевну тебя Я раздевну тебя Черт Ну а теперь пожалуйста Может сама разденется Помогите Зачем так шуметь? Эй Еблюдки Вам нравится насильно Раздевать девушек И чувак Хочет Она присоединиться Подожди Своей очереди По зубам Не хочу Мы раздевающие бандиты Как ты смеешь Нападать на нас? Раздевающие бандиты Ты не думаешь Что я буду Так легко Побежден Как все двое Облонись Большое вам спасибо У меня нет слов Чтобы выразить вам свою благодарность Но Да ладно У меня все в порядке Да Спасибо вам Вы знаете их? Да Это печально известные Раздевающие бандиты Раздевающие бандиты? Они хотят заполучить Священное вкладе Что одета на мне Это очень редкая Магическая одежда Снимающая чашу Чары сносящего ее Снимающие чары Ты заколдована? Он был небольшой цикет Во время церемонии Пожелания хорошего урожая И мое тело Значит ты должна быть Пока одетой Да Что это? Ко времени Мать мягко Исчезнуть В платье Одна за другой Я должна быть Одета В следующие 12 часов Только когда Они все исчезнут Проблемы в раздевающих бандитах Услышал об этом платье Не хотят забрать его Отлично Я решил Я буду вашим телохранителем Пока чары не спадут Что? Но Джинпэй Джинпэй Ты поможешь мне, да? Рицоко Конечно Ладно, мы беремся за это Вы это сделаете Мне было так страшно Я была совершенно одна Меня зовут Прана Благодарю вас Где это Сельсикса Она же просто ушла За новостями Эй, знаешь что? Послушай Удивительные новости Я только что услышала Священное платье Которое разрушает Былочару Священное платье Ой, я больше не буду есть бамбук Меня больше не будут выставлять Как редкое животное О, Господи Ну, расскажи Ну, расскажи Что ты узнала по Пике Которую мы слышали Она стала как галку Из-за магического Несчастного случая Ой, я не могу ждать Идем сейчас же Что? Это Эльфика Привела с телохранителями Причем ужасно сильными Интересно Это так возбуждает У зрителей Все ваши трофеи Что доказывают Наши великие способности Алмазное пелье Королевы Мирабе Золотые доспехи Командира Гаруна Облачение священника Папы Чима Мы сняли множество одежды Которую они думали Невозможно забрать Если мы доколнем Нашу коллекцию Священным платьем Мы заслужим Поплаву общества Отъема одежды Да, господин Отступ Мэри Я здесь, господин Вперед Никогда не воруй Костяного шкафа Вперед только с тела Это его жизненный принцип Я 50 лет Овец-старик Предоставьте это мне, господин Вот мой дом Мы в беде Он раздевающий бандит Он Его стадо овец Окружает тебя так Что ты не можешь бежать И тогда он срезает Твою одежду Овечьими ножницами Он профессионал Рицоко Можешь стрелять Ну, полагаю Это клинический случай Пасук Мэри Провалился Что? Они без предупреждения Отстрелили ему ножницы Он все же пробовал Завершить миссию Но получил сильнейший пинок в спину Тогда пошлите следующего Хортной, что сделал Новое платье короля Я здесь, господин Он делает одежду невидимой Для дураков Несомненно, я раздену ее Вы двое просто чудо Цунта и Рицоко Вы прогнали его легко Как? Проглотить кусок печенья В таком случае Вы могли бы развить всю банду Банду? Как-то я слышала Они люди из другого мира Что раздевают эльфей К одну за другой Ходят слухи, что они очень злые Нежестокие Ни в случае несчастья Приносящие беду Дворцы горя Они оставляют позади тебя моря слез Они... Пожалуйста, извините меня Что? Я торговец, господин Как вам нравится эта элегантная Красивая одежда? Чего? Между нами, говоря Эта страординарная одежда Невидима Для дураков Понятно Вы хотите примерить? Что? Примерься Парни, что сделал Новое платье короля провалился? Что? Что? Он вернулся рыдающий Совершенно голый В таком случае мы пошлем к ним легендарную команду Северный ветер и зонты Вперёд! Что за явное надувательство? Прослабься Я приготовила ловушку Северный ветер и зонты провалились Только северный ветер, конечно Он это просто сделал в Яму Все следующий Пожди я и следующий Немедленно Это будет мой шедевр И даже красующий обнажённую натуру Провалился Снимайте свою одежду Ночи вы доктор провалился Массажист провалился Массажирный крюrik в Венабо полная провалилась Операция «Давайте поговорим о наготе» тоже провалилась Почему? Каждый из них высоко квалифицирован в раздевании Мы их провали всей хитростью Нужно отказаться от этого платья Нет! Еще нет! У меня еще есть совершенно секретный план Думаю, чары скоро и разрушатся Они так добры Не волнуйся, я буду защищать тебя любой ценой Шумпей, эти раздевающие бандиты не что против нас Эльфийка, которую мы раздели, была гораздо круче Эльфийка? На самом деле мы раздеваем эльфийк, чтобы вернуться в родной мир Значит, вы и те! Вы осмелитесь просить их помощи? Все, кто говорят о раздевании, говорят о них Боги раздевания, что раскололи целостность мира Из другого мира Великие мастера Бог битвы Богиня оружия Богиня перевоплощения Она была усатой собакой Она была пандой Постоянно меняющейся богини магии Те, кто охотятся на эльфов Да, господин Решло сообщение, что они остановились в ближайшей гостинице Мы расстелим красную коровую ковровую дорожку перед ними и скажем им, что они могут стать нашими посетными наставниками Да, господин Пошли отряд, чтобы Эльфийка не смогла сбежать Тем временем мы подготовимся к встрече мастеров Что-то не так Не нужно так бояться, мы раздеваем только эльфийка Ясно Так-так, они не подозревают, что я эльфийка Но когда чары падут, они поймут, что я эльфийка А-а-а, так ты тоже эльфийка Приготовься к раздеванию Только не это Я не могу допустить, чтобы меня насильно раздели Правда? Да Куда ты идешь? Ну, это, пойду выброшу мусор Мы сделаем это за тебя А ты можешь отдохнуть Правильно, я не хочу выпускать с поля зрения тебя Спасибо тебе Мне не убежать Верьте в Бога Полностью отдавайтесь молитве Смиренно молясь, вы должны быть многими, как дети природы И Бог простит вам ваши грехи Похоже, ни на одной нет фрагмента заклинания Нет, нет, тут нет Где священное платье? Это тоже не то Пошли дальше, с эльфия Пожалуйста Погоди, я еще не все проверила Они божественны, как мы и ожидали Пойдем, учу, поприветствуем их Что? Значит, ты знаешь, где тут скрывается эльф? Да, госпожа Она скрывается и зачищена телохранителями Рада это слышать Спасибо за очень ценную информацию Не окажете ли вы нам честь, не проводите ли нас туда? Только последние две метки исчезнут, чары разрушатся Что я тогда буду делать? Как могу я? Они приближаются Мы превосходим их к качеству дом Пошли Я покажу им, насколько я опытен в карате Не выходи никуда Да Я раздену тебя Простите меня, Дзюнпэй, Рицуко Но я не хочу быть раздетой Господи, вопреки общему мнению Мне они кажутся довольно спокойными К тому же красивыми Самые сильные банды выглядят элегантно Излегать выгоду Вот в чем суть Извините, я слышал ваши шайки четверо, но... Да, это так Двое других сейчас заняты Вы выглядите так спокойно и так уверенно Не могли бы вы дать мне автограф? Хорошо Айри, этот в коричневом такой странный Они хотят использовать нас в своих целях Но мне кажется, то, что они сказали об Эльфейке В любом случае, правда И не думаю, что их вежливость притворна Давай пока им подыграем Она такой расчетливый тактик Я бы не хотела стать ее врагом Эй, стой! Ну, похоже, теперь я в безопасности Но почему они сражаются за меня? Разве люди из другого мира не злые? Я должна Постой! Священное платье мое Я раздену тебя Вот тебе Извини Это убедение потребовало немного больше времени, чем мы думали Как ты? Парана Почему? Почему вы помогаете? Такой, как я Я ведь вам не повторю, что никто Потому что я поклялся защищать тебя Женпей Я хочу извиниться перед вами Есть кое-что, что я должна сказать вам О, это они, господин Теперь цельфия Файри Подвергнуйте ли вы в глубинах этих двух дураков Ага, Рич-чан Женпей с ней? Что? Какого дьявола ты с этими ублюдками? Что значит этими ублюдками? Как это понимать? А, я понял Эти четверть те, кто охотятся на эльфу Чего ты посмел? Бежим! Ну-ка, дай ему бежать немного Раздевающие бандиты бессмертны Шутка, я сдаюсь Теперь ты в безопасности Понятно И когда она выглядит, как эльфа Разчеры разрушены Значит, это священное платье Я готова быть раздетой Свой долг телохранителя я выполнил Что? Пока Что случилось с Дженпеем? Вчера Они ничего Дженпей! Да? Можно? Я попрошу тебя побыть моим телохранителем Еще немного Зачем? Они постоянно преследовали меня Пока я носила эту одежду Так почему тебе не сменить ее? Да, конечно Но на всякий случай Не спускай с меня глаз Пока я буду переодеваться Хорошо Ложись на меня На ней не оказалось никаких фрагментов заклинания Одни эльфы проклинают нас Другие сами охотно раздеваются Ты счастливчик, Дженпей? А, мне все равно Я просто раздеваюсь Только так мы можем вернуться в Японию А то я начала тебе беспокоиться Смотрите, она дала мне священное платье Я оставлю то есть учредим, что у тебя ничего не выйдет Прощай, моя жизнь, панды Да Да Проехали мы кемп Продолжим охоту на эльфов Я верю Это был Санта-Клаус Твой отец просто переоделся Санта-Клаусом Нет Я совершенно уверена, что он есть Он даже позволил мне коснуться своей снежно-белой бороды Бороды Как я уже говорил, этот твой папа переоделся Нет Нет Я верю в него Конечно же, это был Санта-Клаус 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 Можно, я приказнуть твоей бороде Девушки отдыхают Санта-Клаус Как это был сон Люди, смотрите, показался город Эхо, не могу дождаться, когда мы приедем Все, кто ждут Санта-Клауса О, понятно Сегодня Рождество А я забыла об этом В этом мире тоже есть Рождество Да, ты был хорошим мальчиком Значит, он придет к тебе с подарком Я чувствую ностальгию Когда я была ребенком Я тоже рада Поздала Рождество А, Рождество Вот как Люди слишком веселые Так и должно быть Смотри, ты восхитительно, Микки Думаю, Санта-Клаус Очень удивится, увидев тебя А может и нет, я просто шучу Я не верю в Санта-Клауса С тех пор, как мне исполнилось 15 Да ладно Ты верила в него пару лет назад Тогда я готова была умереть Лишь бы получить определенный подарок Настолько, что я написала письмо Санта-Клауса и положила его под подушку Ммм, как романтично Ты написала ему письмо И потом О чем ты попросила Санта-Клауса? Верокомпас Английского самолета Тайгер Моз Модель 1932 года Компас Компас? Ага Единственный в своем роде Когда я легла спать в канун Рождества То была очень возбуждена Но Когда я проснулась на следующее утро Может быть, папа не понял Это вернуло меня в реальность Это был конец моего детства Что-то странный ребенок Просить у Санты военные железяки Но ее детство закончилось В то время, как твоя деятельность еще не началась Начинаешь А как ты, Айри? Ну Это забавная история Когда мне было 3 года Я поняла, что мой отец переодевается с Сантой Понимаешь, он бы расстроился Если бы я уличила его Поэтому я, храняя его чувства Продолжала обманываться год за годом Превосходно, Айри Ты была превосходной актрисой уже в 3 года Что за лживый ребенок Ну а как ты, Серсия? Как долго ты верила в него? Санта, не церковь Причин в него не верить Его существование – факт в этом мире Что? Что ты, Мишудок? Это работа – помогать детским мечтам сбываться Санта, здесь не новость О, время работы с Сантой Выгоните в окно Что это? Здорово Мой бог Великолепно Смотрите, Северный Олень и Санты летают Северный Олень и Санты летают Панды необычные Панды необычные Так и это здесь выглядит Поидиотки Никто бы говорил Что здесь – это факт? Нет, все Санты какие-то нестасеи Знаешь что, они могут прийти сюда Хорошая муфа Если нам повезет, мы получим подарки Они придут, если я позову, но они уверены насчет подарков Круто Я жду, не дождусь момента поговорить с одним из них Я попрошу их дать тебе подарок Но не рассчитывай на слишком много Да, позови их, пожалуйста Привет, счастливого Рождества Ух ты, она пришла Может, я прошу слишком многое от тебя, но Ты можешь дать подарки этим троим Но я могу вручать подарки только детям Хорошо тебя На самом деле, они никогда раньше не видели Санту Что? Простите, в прошлом наш список был недостаточно полон Давайте, я дам вам что-нибудь в знак моего сожаления Пусть каждый из вас скажет, что он хочет Правда? Ты можешь дать все, что я захочу Я не хочу обмануться Думаю, все в порядке, наслаждайтесь Рождеством Рождество И подарок, ой, чтобы мне попросить Знаешь, трудно выбрать что-то одно в такой ситуации О, что я хочу Посмотрим машину Дом, бештет Слушай О, я понял Дай мне ильпийку Голую ильпийку А тут с ее раздеванием слишком много заморочек Нет, постой Даже если я найду все фрагменты заклинания, мы не сможем вернуться в Японию, если цель-то опять все запорят О, я решил Просто дай мне Японию А в какой-то дакинавы Нет, это Япония Целикоооом Ты понимаешь, что говоришь Япония Боюсь, у нас такого предмета в списке нет Пожалуйста, забудьте об этом Япония, это не предмет Я тоже не могу попросить фрагменты заклинания Что-то вроде этого Нет, этого мы тоже не предусмотрели Тогда как научить завел его Кэрри с рисом? Большую порцию А ладно, у меня бы ходил чайный сервис из Беджута Кэрри? Беджут? Ну если у тебя этого нет, куриный или свиной Кэрри тоже сойдет Я бы даже принял Кэрри, приправленный жевательной резинкой Они очень трудные клиенты Извините, я в Риза не работник, так что Эй, не позволю вы мне помочь? Пожалуйста, кто-нибудь Черт, я и не знала, что они временные Санта Да, из-за утрой нехватки работников Они используют несколько временных Санта Ну что, что-то не так? Помогите мне найти предметы Кэрри и чайный сервис Кэрри? Аннет! Ну, это ты, Аннет! Давненько не виделись, Аннет Ну почему ты одета, как Санта? Ну какой, Аннет? Я, Санта, представляю подарки хорошим детям Уважаемые, все подарки нужно доставить до утра Или нанимать, чтобы у вас есть зарплата И опять будете краснеть из-за того, что мало получили Ого, дура Я прошу прощения за Аннет А, у дурака начальника подчиненные идиоты Да пошел ты! В любом случае, она ведь Санта Простите, что я не могу дать вам того, что не хотите Этого нет в моем каталоге Может вы узнаете в нашем центральном офисе? Думаю, там может быть Санта, который дать вам то, что вы хотите Центральный офис Санта-Клауса! Думаю, там может быть Санта-Клауса Почему здесь деткам набито? Ну, не запарка в конце годы, как и у нас в нашем мире Ну, точно, ненавижу работать вверхуручным Бост заставил меня работать, а потом ушел домой А где же права работника Санте? Они тоже настоящие Санте Извините Когда черт побери, Санта придет ко мне домой? Я прожала его 12 часов Понятно, в таком случае возьмите эту штуку и пройдите к окошку номер 6 Спасибо Проклятие, Санта, лучшая работа года Надеюсь, мне не накинуть еще работы Эй, Кумыр, ты здесь тоже работаешь? Санта сказал, что мы получим здесь подарки Жалобы на подарок Посмотрим Наверное, слишком поздно посылать другого Санту Так что мы вручим его вам здесь Все, правильно? Вручите его здесь? Мне не важно где, пока я могу получить то, что я хочу А теперь, сука Ну? Тогда подождите в комнате ожиданий Вон там Смотришь, там кого-нибудь, кто свободен? Что? Эта комната очень красиво украшена Мы можем насладиться здесь духом Рождества, лицука Да Что более важно, будет подарок Когда же Санта придет? Спасибо, что подождали А теперь представляем вам Санту Ух ты, похоже, Санта сейчас появится Ну, а кого вы ожидали? Я, Санта Клаус, дарю вам только одно желание Взамен, я забираю вашу душу О, блюдок! Больше не посылайте дьявола Дети кого-нибудь классными подарками Вы хотите другого? О, хорошо Следующий, Санта, твой выход Благодарю за ожидания Леди джентльмены Не хотели бы вы захватить домой Немного приготковной сушеной говядины? Если вы купите ее прямо сейчас Вы получите ее по специальной цене Еще мы дадим вам бесплатно Маленький котелок Бери свои рухлики домой Коробейник, вы делаете все неправильно Явление следующего, Санта Колокольчики, колокольчики, колокольчики звенят Ты не должен обижаться на местного босса Такие люди Могу я вручить Наша компания платит Мы можем потребовать оплату страховки От несчастного случая на работе Черт, побери, немедленно Пришлите правильного Санта Кот, ты счастлив, Пичичан Ммм, все-таки Ты урод Твои приколы над нами заслуж Слишком далеко Я правда не хочу, чтобы мы увидели нормального Санта Простите, но мы не можем предложить свои услуги Тому, кому нет в этом списке Что? Что это значит? Вы из другого мира? Да, мы из Гиппонии Я хочу, чтобы они встретились с Санта Они неосомнительные личности Я подумаю Какие-то проблемы? Простите, но мы отслеживаем только этот мир Значит, мы не можем вам ничего дать Ничего Как жестоко Ну, вы должны были раньше сказать мне правду Тогда бы я не потратил столько времени пустою Как ты смеешь говорить нам такое? Постой, не пей Сука Давай бросим это, Джинпей Мы ведь не дети Да, ты права, но... Рису-ка Простите за доставленное беспокойство О, да нет проблем Рису-ка Простите, я взелила в вас преждевременные надежды Реально жестоко Сельце, все нормально Санте, в конце концов, Пицца-чан получил подарок от Санты Счастлив А, кто это был настоящей Сантой? Я совершенно уверена, что Санта есть Это правда Вон, множество Сант Я немного разочарована Но тут Санты Предполагается, что я должна чувствовать счастье, встретившись с одним из них Ну, это нормально Я ведь больше не ребенок Я совершенно уверена, что Санта есть Он даже позволил мне коснуться своей снежной белой бородой Его бороды А если это был сон? Хотя я еще помню то прикосновение Что? Вот и звуки похуже Не могу поверить Не могу поверить О, да Тут Клэрк сказал мне правду Ты, конечно же, из Японии А, ну, я тут думала Твоя борода Что? Угу, я прикоснулся к моей бороде Моей бороде? Прости Ты все такая же Я? Да, ты Знаешь Ты мне сказала то же самое 14 лет назад Могу я коснуться твоей бороды? Конечно Да, ты знаешь, ну Могу я коснуться твоей бороды КОНЕЦ Могу я коснуться твоей бороды КОНЕЦ А это все так и сон О-о-о-о-о! Счастливого Рождества! 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 Для того, почему вы держитеonal создажи благоупность? Вот сюрприз! Мой смелroom ш dominant! Слота! Счастливого Рождества! И что еще хуже? Да, она пользуется магией! Их такой slit! Так и так сильнее, что она просто разметала нашу милицию. У нас не остается выбора, кроме как попросить помощи у вас. Так вот, почему вы нас приветствовали, хотя обычно нас ненавидят. Мэр, предоставьте это мне. Отныне я отвечаю за избавление вас от оригены. А потом я раздену её к помощи карате. Эй, а что сможет твоя карате против неё, когда она атакует тебя магией? Карате это всё, что ты знаешь, придурок. Что? Единственная альтернатива магии — современное оружие. А значит, в этот раз, это я раздену эльфейку. Сила против силы неэффективна, рисука. Я раздену её с помощью своего мастерства Лури от Оскара. Извини, но в этот раз у вас всех ничего не получится. Конечно же, лучший вариант — это магия против магии. Узрите, как я искусно раздену эльфейку с помощью магии. Заткнись! Кончай болтать ерунду! Ну что, ты — дрессированная панда, я единственный, кто раздену эльфейку — я! Я? Пожалуйста, не ссорьтесь! В любом случае... Сейчас надеюсь, вы насладитесь обедом, а затем отдохнёте. Эй, а у тебя есть Кэрри? Регина! Здесь Регина! Фу, вы должны бежать! Кто тут? Она Регина! Взгляни на это! Наконец, я нашёл тысячу фрагментов заклинаний! Так ты из тех, кто охотится на эльфов! А вот как? Я слышал, что Мэр Нанин помощников ловит меня! Так ты из них! Ааа, раз ты слышала о нас, объяснение можно опустить! Сейчас же раздевайся, словон из города! Издеваешься? Ааа, раздевайся! Сажали вот это! И как ты соберешься сражаться со мной такой слабой магией? Это верно! Ты можешь не обращать внимание на эту странную панду! Что? Это так и есть, пожирательница бамбука! Заткнись, короткий маньяк! Хочешь сразиться со мной? Да чего бы мне это не устоило! Ааа, дождались! Ааа, дождались! Ааа, дождались! Я не дам тебе уйти! Исчезла! Все! Бежала! Все-таки, Регина, мне не соперник! Да, госпожа! Вы правы, в граде древа будет царить мир, пока вы оказываете нам честь защищать нас! И хотя она в этот раз сбежала, но в следующий раз я, конечно же, поймаю ее свежих и брошу в грязь! Да, госпожа! Ахахаха! 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 Эй! Не хочешь объясниться, что за бамбок?! Оскорбляй свою королеву! Чего такое изменение в статусе? Дерьмо! Некудышная магичка так раздувается отважности! Много историй о подвигах тех, кто охотится на Эльбе, слышал я! Вы ведь настоящая героиня! Несомненно, я сильнейшая из нашей четверки! Не я ее лидер! Она меня сводит с ума! Повтори-ка! Кто сильнейшая? Что ты говоришь, наш лидер? А, я сказала, что-то не так! Ну хорошо, тогда как? Кто разденет Регину, тот сильнейший и наш лидер! Конечно так! Отлично! Следующая цель Регины, вероятно, магазин драгоценных камней на Южной улице! Обычно она никогда не грабит два магазина подряд на одной улице! Отлично! Начиная с завтрашнего дня я буду сторожем! Цельсия, тупица! Я докажу ей превосходство моего карате! Мне жаль Дзинка и остальных, но они ничто в этом мире, где главенствует магия! Ты не прибегаешь к силе, а люди полагаются на нее! И они могут быть управляемы и контролируемы моим искусством! И, следовательно, театральные способности самые мощные! Эх, Цельсия и Джунпей должны же понимать! Сильнее всего современное оружие! А, Рисуко, а вы не ищите Регину? Не боитесь, мэр! Этот лазер только для прицеливания! Он безвреден для человеческого тела! Вот так! Что это? Как ты наконец появилась, Регина? Я не ожидала столкнуться с ловушкой! Я нашел тебя, Регина! На этот раз ты не уйдешь от меня! Сопротивление бесполезно! Моё величайшее карате... Что за... Это сделаю я! Не, Цельсия! Какого зьявола ты делаешь? Ты там в Ноджиксе! Не надо было тут стоять! Дерьма! Стой, Регина! Стой! Стой, я сказал! Ай! Чёрт! Это могла сделать только Регина! Регина! Остановись! Регина! А на это нарочно! На этот раз тебе не сбежать! Я поймал тебя! Не, постой-ка минутку, а! Чего, чего? Я ничего не сделала! Ты что делаешь, медведь двухцветный? Там, где ты стоишь у меня на пути! Ты не можешь быть лидером! Только я! Простите меня на пахте, пока Цельсия и Джентей! Что? Привет, Рисока! Я случайно нашел вот это, ты не скажешь мне, что это такое! Идиот! Даже хотя я уменьшила количество взрывчатки! Девушки отдыхают... Я не заходил, пока я репетирую. Я должна захватить Регину моими актерскими способностями, и тогда я буду лидером. Ты уже очнулась, Рицука. Ри, как мы здесь оказались? Что? Что это? Боюсь, ситуация складывается не лучшим образом. Но как это произошло? Мы не завершили дела с Альпийкой, и не пояснили, кто из нас лидер. Они применили магию. Это случилось, когда мы вошли в город. Что? Вы правда велики те, кто охотятся на Альпу? Значит, вы догадались? Регина! Ты обманул нас! Простите нас. Слух о Альпийке с тысячей фрагментами был ложным, пущенным только для того, чтобы заманить вас в наш город. Ну, я же видела фрагменты на твоем теле! Это не те символы. Не те символы? Еще я использую свое тело, как нейтрализатор зла. Символы действуют вот так. Но почему? Вы заманили нас сюда. Мы должны попросить вас об одолжении. Иначе древнее зло пробудится и причинит неисчислимый бед к этому городу. Нет, всему миру. Эээ, зачем вы так отвратительно с нами обращаетесь? Если просите об одолжении, должны просить лучше. Мы очень извиняемся. Но мы должны были так поступить, так как иначе мы бы не получили вашего согласия на жертвоприношение. Жертвоприношение? Так я и думала. Я очень многое слышала о вашей силе. И поняла, что арестовать вас будет невозможно. Вот почему я использовала магию, чтобы поссорить вас, чтобы вы напали друг на друга. Как говорится, подобное, и влечеподобном. Понимаю, это против вашего желания, но, пожалуйста, пожертвуйте с тобой ради спасения мира. О, боги на небесах! О, святая сила, покоящаяся в земле! Ответьте на мою мольбу! Защитите мою землю от темы подземного мира! А теперь начнем ритуал! Эй, Регина, какого дьявола ты делаешь? Этот традиционный ритуал описан в магической книге. Ну, это же... Они явно готовят темпуру. Темпуру это рыбы или овощи, запеченные в сфере. Вот почему так фантастический зал! Простите нас, для спасения этого мира у нас нет выбора, кроме как принести в жертву людей из другого мира. Постой! Я-то не из другого мира! Вы все ужасно жестоки! Все-таки мы чужаки. Хотя эльфейская беру расследование разрешила нам раздевать эльфу. Люди в этом мире не обязаны принимать то, чем мы занимаемся вместе с эльфей. Боже, помоги нам! Нет, эльфейская, ты не могла бы хоть что-то сделать своей магией. Ты сам что-нибудь сделай своей звериной силой! Ужас! Если никто не вмешается, не могу достать нож! Это... Слойте! Горячо! Помогите! Микеш! Микеш, мы здесь! Огонь! Что? Что? Не хочу! Не хочу умирать! Это стоило сто лет моей жизни! Ой, горячо, горячо! О нет! Все кончено! Для нас все кончено! А как ты посмела пытаться зажарить нас живьем? А теперь раздевайте меня! Те, кто охотятся на эльфов! Я не буду сопротивляться! Кочнее не сможешь! Да! Госпожа Регина! Госпожа Регина! Сделайте это! Госпожа Регина! Госпожа Регина! Сейчас! Я раздену тебя! Ну вот, никаких фрагментов заклинаний на ней не оказалось! Неприятно, но все-таки чужаки! Теперь я это понимаю! Что-то не так в печи! Как тихо! Да! Готово! 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 Ведь я люблю готовить! Рис, Мико Суп, Яйца нато! И жареная рыба! Эээ, умео! Традиционный японский обед! Надеюсь, после того, как не едят, они почувствуют себя получше! Ой, стой! Не убегай, ты же главное блюдо. Сенсия, не беспокойся, это была моя рыба. Это не то, что я имела в виду. Все, кто спят. Чужаки, убирайтесь домой! Дерьмо! Я знала это и раньше, но они снова заставили понять, мы только не прошенные пришельцы. Спасибо. Ну, а теперь обед почти готов. Черт, а ей хоть бы что. Ой, извини, Цельсия, но я не голодна. Заведую ей, это она так вся и беззаботная. Единственное, что ее волнует, найдет ли она себе бамбук на завтрак. Цельсия Мерсуэр должна успокоиться. Я не должна сегодня злиться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это я знаю и помню прекрасно. Еще для спокойствия вещь не напрасная. Теперь я улыбаюсь. Она какая-то странная. Давайте сначала пообедаем, а затем пойдем поищем альпийку, живущую на той горе. Не за что. У меня еще осталось 1013 фрагментов заклинания. Не беспокойся, мы их скоро найдем. Мне кажется, на сей раз мы их заполучим. Вот как. Вот так. Я не хочу ничем заниматься. И беру сегодня выходной. Как ты смеешь? Отлично. Тогда я пойду и заберу фрагмент заклинания. Цельсия, я в порядке. Что это в этой камере? Я не слишком хорошо для этого. Тупик. Как я смогу пройти? Здесь секретный проход. Опять это мерцание. Удивительно. То, что я видела, было солнечным зайчиком. Крытый проход за водопадом. Ульпийка в конце этого тоннеля. Почему она в таком месте? Это... Никогда не думала, что разрешу руины природы, как эльфейки. Что? Уверена, это руины легендарного Рэма, где находятся магические артефакты. Госпожа, боюсь бог насажет нас за это. Тебе ли не сдать? Охота за сокровищами – дело опасное. Госпожа, дверь крепче, чем я думал. Продолжай, пока не сломаешь. Есть ты, госпожа. Да, верно. Эти эльфы-грабители. Постой, Джинпей. Я вернусь фрагментом заклинания, и ты будешь стоять на коленях, моля прощения. Ха-ха-ха-ха. О, это просто панда. Камень, ножницы, бумага Жюнпей Да Если справится одна Она второсторная панда на первоклассе Ты проиграл, Пичичан Да, но, как я сказал, у меня сегодня выходной Вот, а? Что это? Тундук с сокровищами? Легче, чем я думал Давайте же сейчас же откроем А что, если оттуда пойдет дыма превратить тебя в старуху? Должен, да, раньше меня предупредить Подушки Одна, две, шесть А, не сокровища И подушка, как лягушка, ускакала от меня Давайте прикалываться Будьте помню, обычные подушки Ух ты, какие классные подушки Отхожу на подушку, но, которую я напала в детстве Не спи здесь, или ты просудишься? Правда? Они уже уснули? Ты тоже, Мике? Что за странные кошки используют подушку? Как? Ой, я тоже хочу спать Ее подушка исчезла? Откуда они появляются? Летий хвост и шарик-то Мари Все, что нравится кошке Откуда все это взялось? Как если бы сон Мике стал явью? Это? Наконец, мы нашли магический артепак Матышки, материализующие сны Что-то не так? Боже мой Значит, магические подушки Похоже, они упали в веку И исчезли Не может быть! Стой ты! Панда, как я погляжу Ты не просто панда Кто знает А, ты как гигиена, подбирающая объект из моего мусора Твой мусор меня не интересует Даже если это подушки, материализующие сны Легендарный магический артефакт Подушки, материализующие сны Ты слышала о них, да? Подушка, делающая яркий твой сон Рэм, легендарный город в магической кровати Это руины Рэма? Я всем известный, Бизар Уничтожит тебя Можешь похвастаться этим в аду Бизар? Ты опытная охотница за сокровищами Ясно Ты собираешься украсть магическую подушку и продать ее подороже? Почему я должна ее продавать? Я в сорт, что у этого бизнеса нет будущего Я хочу завязать и совершить нечто великое Нечто великое? Мировое господство Что? Только представь Если ты материал видишь сильнейшее в мире оружие Помоги подушки, оживляющие сны Хотя теперь это только мечта, раз подушки пропали Вот почему у меня теперь такое плохое настроение? Это моя черта Я в плохом настроении Мир и я в плохом настроении Вот, как дожди ты, гонки цыпленок Я стопу у тебя как-то не с удовольствием не поднимусь Я почти не кланю себе Баклажанное кэрри, кэрри, говядина, сырное кэрри, кэрри и серветок Этот уникальный запах, это настоящее кэрри Понятно, ты похоже хороший парень Но здесь нет куриного кэрри Ладно, все в порядке, в любом случае, спасибо за видос Ух ты, этот танк выглядит изумительно Рицука, что ты где? Ни-ка-няу! Микки! Поиграй, что мне тут еще! Карт, она разбудила меня, когда я приходил в самые лучшие части Ой, у меня был удивительный сон Тебе тоже снилось, Рицука? И тебе? Да, еще по 10 минут, и я бы съел весь обед И весь обед? Сон на цели! Ты такой простой! А чему он нам снилось тебе? Танк в виде красного омара Чего? Ты надо мной смеешься? Да, возможно, мой сын такой же гнуфый, как и его Ну, я проголодался Я тоже Эй, Цельфия, где мой обед? Что? Похоже, она еще не вернулась Это обед Рис, и мясо, и мясо, и мясо, и мясо, и мясо, и глазунья Хорошо, повторный смотров подтверждать, что это похоже на японские блюда Что за дрянь она приготовила? Она приготовила этот обед, чтобы приободрить нас Мы были так угнетены Я и не знала, что она так сильно о нас беспокоится Ээээ, мэри Что? Это не серьезно Да, мы по детски беспокоимся о всякой ерунде И не задумываемся, что Цельфий так же тяжело Ты права Она единственная в этом мире, кто нас понимает Хаэри Ники блюда показывают, что она чувствует На вкус ужасно Эй, куда ты? Она в ответе за эту жуткую еду Поэтому я должен притащить ее Диза и поделиться с ней Ага, пошли, приведем ее Не приведем ее, я сказал, я притащу ее Что это? Не говорите мне, что Цельфия в беде Ну, теперь сдаешься? Еремос, этого не может быть Какое расстройство Уки, да, ценивай меня, считай, что это просто фанта Или боль будет лучше, что ты считаешь, что думаешь, кто я? Я Цельфий Мари Клёр, повелительница всех эльфов Баба, вы не делали вопрос под козявки передо мной Простите, госпожа Простите, наша грубость Мы не знали, кто вы Я уважаю тех, кто охотится на эльфах Всемирно известным грабителем Не называй над грабителями Пожалуйста, не убивайте меня Я не чувствую мистичного на запринание возвращения Но они нет его фрагментов Здравствуйте, Сельсия-сан Ты в порядке? Это то самое место, что я только что видела во сне Во сне? Да, я видела, что ты там А там я видела Что за чертовщина? Что же? Куда взялась эта креветка? Это не креветка, а Амар Какая разница? Куда? Кто там? Там Амар, что я видела во сне Во сне? Эй ты Это не сон Боже, злобный лангуст Это не лангуст, а Амар Я же сказала, какая разница Странно, моя падушка из Чего И сон стал реальностью Ее подушка Ее подушка Подушка? Еще два Вот моя подушка Что? Что еще? Это цыпленок, которого я видел во сне В своем сне Вы получили подушки, материализующие сну Которые я разыскивала Намашка Я так и думала Похоже, эта подушка Материализовала твой сон Да В таком случае Жюнпэй Спасибо, что пришел мне на помощь Как ты? Тепленок Жюнпэй О, ты О, ты Сэрсия Помоги мне А это следующая сцена В точности Как в моем сне И что, потом Рисуко Это было жутко И ее тело было ужасно растянуто колешнями Да Мне это не нравится А что? Она в беде? В беде Смикке Что? А, я люблю фантазию А теперь дай мне Кэрри Что? От что-то ты потерял память? Вспомни, ты великий цеплян, который готовит Кэрин! Вспомни! 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 Ну, теперь ты вспомнил! Не мажь ты! Вспомни! Здорово! Твоя память восстановилась! Спасибо! Ты говорил нет, но теперь давай мне Кэрри! Джинпэй в опасности! Слава Богу, я спасла его! Я так рада видеть, что ты в порядке, Джинпэй! Что ты наделала? Ну, спокойно тебе жизнь! Как ты можешь так со мной прощаться? Вот почему я так фантастически зол! Где я? Похоже, река вынесла нас наружу! Госпожа, взгляните! Подушки материализующие сны! Великолепно! Я нашла другую подушку! Теперь мир мой! Это мажь восстановиться! Р filho автоум! Чео? Нет, что дети мажь... 셔서, начиб? Эй, расхода! Я благодарен почковалась! Где я work-сéner, Джинпэй! Нет? Это мажь самое крутое! Привет, Джинпэй! Так брат! Мне хорошие вопросы! Я не знаю, что я смогу вернуться в Японию. Ладно тебе, Рецепт, не так просто выбрать что-то во сне. Да, ты права. Ух ты, просто парились. Дорогой, я люблю тебя. Поцелуй меня. А тоже мировое господство не для нее. А что приснилось тебе, Айри? Угадай, подушка только что исчезла, так что ты скоро получишь ответ. Ну дай мне подсказку. Говоришь, что сделает из всех вас счастливыми. Классическая вестопка. Большая порция Кэри. Привращение Джон Пэй в жука. Неправильный ответ в том, что мне снилось, что мы собрали все фагменты заклинания. Что? Ух ты об этом, Айри? Да. Отлично. Как мы сможем вернуться в Японию. Ты сделала это, Айрис. Эй, Микки, не тормози, как вопанная. Что-то не так, Микки? Похоже, мы на месте. Микки, включи огни. Здесь дорога заканчивается. Откуда здесь утес? Посмотрите туда. Да. Какая-то? Уград древа. Прагменты заклинания в этом городе. Что теперь? Что? Это... Прагменты заклинания. О, ты странник, добудешься погружен в сияние святости. О, ты странник, добудешься погружен в сияние святости. О, ты странник, добудешься погружен в сияние святости. А, ты странник, добудешься погружен в сияние святости. Думаю, да не украсила моя сила. Ну, подозревали контролировать легендарную бумагу невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Он, наконец, пробудился. Те, кто действительно охотятся на эльфов. Ой, хорошо же я поспал. Еще темно? Тогда я еще вздремну. Святые небеса. Печати рухнули. То, что я видела во сне. Это тот, кто соберет все фрагменты запленания? Ты уверена, это как-то ребенок. Что вам надо? Мы пришли только поговорить с ним. Стойте. Если вы его знаете, мы просим вас о помощи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Что это вдруг такой час? Я хочу тебе кое-что сказать. Вот оно. Как мы и планировали. Отлично. Спасибо. Надеюсь, скоро тебе приснится хороший сон. Мы оказались здесь, так как духи земли указали на тканение в этот миг. А еще я мечтала о пробуждении легендарного мага. Я этого ранки не замечала. Не волнуйся, в конце концов это все равно произойдет. Я готова. Ага, так только так сразу. Мы рассчитываем на вас. Хорошо, я поспал. Я проглагался. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Как легкомысленно. Несмотря на громадное тело, он просто ребенок. Это неприятно, но он ключевой элемент нашего клана. Верно. Эй. Что? Как насчет поиграть со мной в забавную игру? Конечно. Вот. Упты. Я сделал это. Эй. Ты что делаешь? Это чудо великолепно. Это ничто для меня. Значит, ты можешь сделать что-то еще более удивительное. Ага. Я много что могу. Правда? Ты покажешь мне что-нибудь? Хорошо. Смотри, что я умею. Я не могу. Я буду делать все. Более! Я не могу. Ну, я сомневаюсь, что даже ты сможешь собрать их. То есть, ты? Собрать все фрагменты заклинания. фрагменты заклинания фрагменты антипризывного заклинания растений в тему миру вот так это фрагменты это неправильно я и думаю это невозможно даже для тебя неправда конечно же я могу а а а а а а а не а 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 отлично мы сделали а госпожа персия наконец-то вернусь в нормальное тело а для меня она смотрит как-то не естественно а теперь эй почему ты должен повозвращать меня проклятие панды Потому что мне надоело. И сейчас же соберешь все фрагменты заклинания. Анда обижает меня. Ничего хорошего не видит, если он будет плакать. Селюсь я. Черт, он начал плакать. Ненавижу это. Проклятие, план меняется. Сейчас я буду его запечатывать. Давайте на время отступим. А что насчет фрагменты заклинания? Они могут подождать. Нет, я ненавижу это. Ненавижу это. Граду древа, конечно. Ни за что. Как можно умереть? Не попробую снова. Мы можем облететь вокруг его головы. Я попробую. Я попробую. Так, быстрее. Быстрее никак. Черт, покрутись рядом и снова возвращайся к нему. Понялась? Хорошо. Я пойду за тобой. Нет, ты не можешь. Почему нет? Без тебя, Рецуха и Айри, не смогут вернуться в Японию. Нет, вернутся всех. Сельсия. Давайте. Мы не можем. Он слишком огромен. Помощи от меня? Что я должна делать? Нет. 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 Я не могу бросить своих друзей. Я знаю. Но почему вы так защищаете людей из другого мира? Интересно, почему? Я путешествовала с ними делясь счастье и горе. И это изменило меня. Я не понимаю. Да. Ты не понимаешь. Госпожа Цельсия. Ничего не поделаешь. Мы идем. Джунпей, это слишком опасно. Покойно. Нам надо залезть наверх. Джунпей, Цельсия. Джунпей, ты в порядке? Я решила. Мы должны подучить. Или... Я отвлеку его внимание. Я приторможу его как? Чем-нибудь что заинтересует ребенка? Предостави-то мне. Это похоже на скалолазание. Ой, что это? Ух ты, какая игрушка! У нее даже есть пушка. Вон, парик, давай! Уднее навсегда! Ну, подавись! Мы сделали это! Давайте, запечатайте его заплеманием! О, ты и странник! Да будешь ты погружен в сияние святости! Не работает! Черт побери, что же нам делать? Да как вы посмели пытаться меня ушибить? Это легендарный маг? Это не может быть правдой? Есть что-нибудь, что мы можем еще попробовать? Да! Это... Натис Энергия! Только не говорите, что вы хотите пожертвовать собой! Зельсия, ты понимаешь, что творишь? Если ты это делаешь, ты немедленно исчезнешь вместе с магом! Прекрасно! Других вариантов не существует! Забудьте о них, ладно? Госпожа Сельсия! Большое спасибо тебе за все! Сельсия! Сельсия! Я правда была счастлива с вами! И буду помнить вас вечно! Сельсия! Сельсия, остановись! Сельсия! Не делай этого! О, Бог, ты создал сделок вселенной! Прими мою душу в жертву и забери эту безнадежную душу! Ичи-чан! Ичи, назад! А душа материализующая сны исчезла! Рад его подушкой сделок, мы увидим, как его солнце сны реально въел! Да, ему приснилось, что он съел легендарного мага! Это напомнило мне, что он был какой-то другой в последний! Вот почему я ненавижу Французи! А что если он сделает это в огромном теле? Это в огромном туалетной бумаге! Мы были спасены сном Кичичана! Ага, но... Это громадина! В любом случае, мы запечатали мага! Значит, снова наше возвращение в Японию откладывается! Большое спасибо! Примите мои поздравления! Все люди этого мира благодарны вам! Эй, раз вы все так благодарны! Почему вам всем не раздетто? Конечно, комиссия дала вам разрешение раздевать Эльфик! Но то, что вы предлагаете, это слишком! Черт побери! И что нам делать с вашим дурацким разрешением? Прошу прощения! Молчи! Слушайте! Я, Цельсия Мериклэр, повелительница всех эльфов! Госпожа, Цельсия! Как повелительница эльфов, я приказываю раздеться для нас! Тех, кто охотится на эльфов! Яна! Цельсия, думаю, ты сможешь попробовать карри Дженбочи! Цельсия! Спасибо! Госпожа, Цельсия, вы не должны были говорить перед тем, что вы им помогаете! Цельсия, вы понимаете, что говорите? Вы пожалеете об этом! А то, что я прощаюсь! Ты уверен в цельсе, Мериклэр? Теперь я счастлива! Езжись со мной, когда вернется! Я хотела бы услышать за чашкой копей о своих путешествиях! А теперь время действовать! Дженбек, я предоставляю это тебе! Простите, но мой приказ именно таков, как я и сказала! Дайте нам раздеть вас! Озвучено Персона 9.9 при технической поддержке ДемДем. Декабрь 2006 год. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Надеюсь, вам было весело! Надеюсь, мы встретимся на нашем концерте! Пока-пока! Она хороша! Ещё ртовка!